Итак, я всех приветствую, уважаемые дамы и господа. Давайте проверим связь для начала и начнем наш презентационный вебинар, который мы очень-очень давно ждали. Для начала хочу увидеть плюсики. Окей, плюсики есть. Сразу скажу, что очень-очень длительное время мы презентации не проводили вообще. То есть презентация – это формат вебинара, на котором мы бы рассказывали о том, как работает наш проект. То есть рассказывали подробно с самого начала, что за проект, чем он занимается, как вообще там деньги можно зарабатывать, какой в нем смысл и так далее. Этого мы всего не делали уже много лет. Но если быть точным, наверное, лет как шесть мы отказались от проведения вебинаров и переложили эту функцию, ну именно от проведения презентационных вебинаров. То есть все вебинары, которые у нас проходили, они были исключительно новостными, какими-то по новостным поводам и так далее. То есть мы знакомились с обновлениями. А вот что касается презентации, то мы это все возложили на на наши презентационные видео, на наш сайт и так далее. Но сейчас мы пришли к пониманию, что, в принципе, наверное, без презентаций нам не очень хорошо живется. И хотелось бы их проводить, потому что самостоятельно ознакомиться с информацией удается качественно далеко не всем. И многие-многие-многие важные нюансы остаются, ну так, в общем-то, за кадром и остаются, и о них никто не узнает. И из-за этого бизнес продвигается у многих людей не так эффективно, как он мог бы на самом деле продвигаться. Так, я сейчас включу... Так, сейчас еще раз посмотрю, все ли у нас окей. Немножко путаюсь в своих новых вкладках, новой презентации. Будем по новым слайдам уже проводить и будем их совершенствовать с каждым разом. Поэтому сегодня сильно меня не ругайте, если что-то, может, пойдет не совсем так, как я запланировал. Но следующим образом... Ну и вот вы об этом злобном вирусе, который поставил на уши уже чуть ли не всю планету. И мы с вами прекрасно видим, что на грани банкротства буквально сейчас оказались такие отрасли, мощные отрасли мировой экономики, как туризм, общепит, рестораны, и заведения общественного питания. Это такие гиганты, как транспортные компании, авиакомпании, перевозчики. Буквально отменены все крупные спортивные, концертные бизнес-мероприятия, выставки, музеи и так далее. То есть, буквально все, что связано с каким-то хотя бы незначительным скоплением людей, это все просто сейчас не существует. Если у нас в России еще пока что доходит до этого только-только, то в Европе это уже просто не существует. Отменили там Евровидение буквально, отменили чемпионат мира Европы по футболу, Олимпиада тоже под вопросом и так далее. То есть, в Буквах нельзя лучше сейчас. И сейчас начинают просто взрываться обороты онлайн-магазинов, службы доставки просто зарабатывают огромные деньги. И люди сейчас, находясь в карантине у себя дома, им просто делать нечего другого, как находиться перед мониторами своих компьютеров в интернете и так далее. А это как нельзя лучше сказывается именно на интернет-бизнесе. Собственно говоря, сегодня я вам как раз и расскажу в плане нашей презентации о прекрасном варианте такого онлайн-бизнеса. И вы просто должны знать, что сейчас вы находитесь в нужное время, в нужном месте, и вам просто нужно не упустить свой шанс. Поэтому ловите волну и зарабатывайте огромные деньги. А как именно это можно сделать быстро и эффективно, сейчас мы об этом поговорим. Ну и, как вы уже догадались, говорить мы будем о проекте Whole World. По-другому, по-русски вернее, это называется «Всем миром». Ну и познакомим мы действительно сегодня с потрясающими возможностями одного из самых популярных и надежных бизнес-проектов в интернете. Ну и уж точно без преувеличений, самого благородного из всех интернет-бизнесов на сегодняшний день. Да, мы будем говорить о проекте Whole World, который стабильно и легально работает как часы с 2011 года, то есть уже более 8 лет. И компания о всем миром и центральный офис, который находится как раз в России, в городе Санкт-Петербург, поэтому для всех нас с вами это очень хорошо. Вот такая международная компания, которая работает 8 лет, и это российский бизнес, но в том числе международный. Не только американские компании, какие-то могут представлять, как оказывается вес на международном рынке интернет-бизнеса. Вот, кстати, давайте я хочу спросить. Я говорю о 8 годах, да, что мы больше 8 лет уже, но многие могут просто не поверить, поэтому давайте я спрошу здесь в чате у вас, у участников, я уверен, что здесь есть много действующих участников. Пожалуйста, напишите, сколько лет вы уже сотрудничаете с проектом «Всем миром», ну и если вдруг вы еще не сотрудничаете, может быть, да, ну хотя бы сколько лет вы знаете о существовании проекта «Всем миром», вот напишите в чате, чтобы все видели, что я действительно не придумываю, потому что многие такие обычно говорят, а почему я ничего не знал о существовании проекта «Всем миром», а вы говорите, что он с 2011 года уже работает, да, ну я не знаю, пожимаю ключами, не знаю, почему вы не знали. Вот, ну напишите, окей, а я продолжу пока. Ну и чтобы вам было интересно слушать все подробности нашей презентации, я для начала, конечно же, отвечу на три ключевых вопроса, которыми, как правило, принято описывать любой бизнес. Итак, что, вопрос следующий, что это за бизнес, сколько на этом можно заработать и что для этого нужно делать? Вот такие три основных вопроса. Как правило, ими можно описать действительно любой бизнес, очень быстро и так, что вам будет либо интересно, либо нет. Итак, что это за бизнес? Это программа развития общественной благотворительности, в основе которой лежит концепция партнерского фандрайзинга. Не пугайтесь этим словам, я поясню чуть позже, что это значит. Ну а если коротко, то являясь участником Whole World, вы будете помогать, привлекать средства на благотворительность. И параллельно с этим будете получать денежные переводы от других людей в свой адрес. Да, в прямом смысле люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Просто так, ничего не требуя взамен, и при этом вам даже не придется уговаривать их это делать. Вот такая классная концепция. Сколько на этом можно заработать? Доходы участников проекта в прямом смысле не ограничены. И вы можете зарабатывать тут огромные деньги каждый месяц, каждую неделю, ну и хоть каждый день. Это может быть, например, 10 тысяч долларов в месяц, 5 тысяч долларов в неделю, тысячу долларов в день. Вы сами решаете, как много и как часто получать тут деньги. И, наконец, тут все настолько круто, что вот эти вот доходы, они еще и не облагаются налогом. Ну, по крайней мере, по законам Российской Федерации и большинства других стран, поскольку эти переводы люди вам будут в качестве дарения переводить. Круто, да? При этом, чем больше вы будете тут зарабатывать, тем большую пользу обществу вы будете приносить. Ведь, как мы сказали ранее, это самый благородный бизнес. И что же для этого? Ну, а если не умеете рассказывать сами, не беда, в общем-то, это и не требуется, поскольку вам достаточно просто показать людям видео о проекте, презентационные видео, которые есть на нашем официальном сайте. Причем, эти видео представлены на восьми языках, вы видите, на восьми, на девяти языках, и поэтому практически любой человек, которому вы покажете эти видео презентации. Здесь есть презентация с живым актером, есть презентация графическая, есть, в общем-то, видео еще такого чисто уже, как это даже сказать-то правильнее. Ну, в общем, видео, которое вам тоже стоит посмотреть. Запутался я в своих словах. И, в принципе, можно говорить о том, что этого уже будет достаточно, если вы просто покажете людям эти видео, чтобы многие из них захотели принять участие в проекте. Ну, и я надеюсь на наши еженедельные вебинары, которые мы вот сейчас начинаем, именно презентационные вебинары, и мы подробно расскажем им все сами, ровно так, как сейчас рассказываем и вам. Ну, а еще тут, но об этом я расскажу подробно чуть позже. Вот, выглядит, конечно же, интересно, звучит тоже. а если так, то давайте подробнее поговорим по каждому пункту. Итак, я сказал, что концепция, основа концепции это фандрайзинг, но не простой, а какой-то партнерский. Вот, давайте разберемся, что же такое вообще фандрайзинг и чем партнерский фандрайзинг для благотворительного фонда всем миром. Действительно, одноименный благотворительный фонд, международный благотворительный фонд помощи детям, всем миром. Вот, ну, виды фандрайзинга, которые, о которых кратко можно сказать, они вот здесь представлены. Это может быть почтовый фандрайзинг, когда люди занимаются различными рассылками, звонками, звонками, потенциальным донорам, которые могут что-то пожертвовать, да, там просят. это медийный фондрайзинг, всем вам известный, например, по телевизору, вы видите на первом канале, да, какой-то выпуск о ребенке, которому требуется помощь, вам предлагают отправить смс в качестве этой помощи, ну, и, в общем-то, это как раз фондрайзинг, который работает на привлечение средств. Событийный фондрайзинг, это организация различных благотворительных концерток, выставок, других мероприятий, это могут быть уличные акции, когда вы видите волонтеров, так называемых, с ящичками, да, тоже пристающие ко всем подряд, это может быть маркетинговый фондрайзинг, когда вам в магазине говорят, что когда вы купите вот эту лампочку, там, 2 рубля пойдет в фонд помощи детям, да, например, ну, и так далее, так далее, вот, а у нас с вами ни то, ни другое, ни третье, у нас с вами партнерский фондрайзинг, это взаимозависимая мотивированная деятельность участников различных сообществ, каждый из которых может одновременно выступать, как в роли благотворителя, так и в роли фондрайзера, ну, такая вот непонятная формулировка, да, на первый взгляд, но, в общем-то, мы сейчас разберемся, наверное, вы сейчас подумали, что же такое вот, все, что я рассказал, это какая-то деятельность, которая, что же, придется приглашать людей делать пожертвования, да, и упрашивать их быть милосердными, чтобы тут заработать, да, может, так подумали, но на самом деле, конечно же, нет, и это было бы, на самом деле, даже неинтересно, совершенно, да, и наш проект не был бы настолько популярен, если бы в нем было бы все так скучно, а как же есть на самом деле, а на самом деле, все, все намного интереснее и привлекательнее, как я уже говорил ранее, упрашивать и уговаривать людей совершить благотворительные пожертвования вам не придется, поскольку тут все намного проще, причем настолько, что они сами с удовольствием будут это делать, узнав, как работает проект всем миром, а все потому, что партнерский фандрайзинг работает совершенно на другой мотивации, и вовсе не на мотивации оказать помощь, да, бескорыстную какую-то, сделать доброе дело, нет, как бы то ни звучало странно, и вовсе не на этой мотивации, а исключительно на мотивации легко заработать хорошие деньги, причем сразу отмечу, это не обман, и это действительно возможно сделать в whole world, делать это регулярно, и буквально любому человеку, маркетинг тут построен таким образом, что для того, чтобы начать получать доход от участия в проекте, каждый участник сначала сам должен оказать финансовую помощь, и далее уже ему самому начнут поступать денежные переводы от людей, буквально со всего мира. Ну и вот здесь три шага, давайте я их поясню. Первый шаг, это коротко, потом мы подробнее все разберем, вы принимаете благотворительную эстафету, совершаете небольшое пожертвование, при этом одна часть средств направляется в Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром, это большая часть средств, а другая вышестоящим партнерам по структуре, благодаря уникальному техническому решению, все денежные переводы совершаются в автоматическом режиме напрямую между участниками и фондом, соответственно, и сразу поступают на их счета, минуя счет компании. Ну что ж, вот стали вы участником проекта, стали участником, например, эстафеты, да, что дальше? Дальше вы передаете эстафету другим людям, и они, в свою очередь, передают ее дальше. Таким образом формируется ваша партнерская структура, глубина которой здесь может достигать семи поколений. Ну, на самом деле, глубина, конечно, может достигать бесконечного количества поколений, но мы говорим о той глубине, которая вам приносит доход, то есть, это семь поколений. И количество людей, которых вы можете лично пригласить к участию в проекте, не ограничено. Таким образом, как вы понимаете, на этих семи поколениях может оказаться огромное количество ваших последователей. И далее вы начинаете получать денежные переводы от людей со всего мира, потому что каждый раз, когда кто-либо из ваших партнеров по команде совершает благотворительное пожертвование, вы тоже получаете финансовую помощь. И чем активнее растет ваша партнерская структура, тем чаще и больше вы получаете денежных переводов, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность. Вот такая история. Но давайте я посмотрю, все ли там у нас окей. Вроде бы все окей. Продолжаем. Наверное, можете сейчас вы подумать, а что это я все про заработок да про заработок. И совсем почти не говорю о собственной благотворительности. Ведь это же основная концепция. Ну, раз так, действительно скажу, что я об этом не забыл и просто приберег эту информацию именно вот на этот шаг. И давайте сейчас как раз поговорим о нашем партнере. Это благотворительный фонд всем миром, который, к слову, был создан немного позже, чем появился на свет наш проект. И с фондом мы начали сотрудничать лишь в конце 2012 года. То есть буквально целый год наша программа работала без фонда на борту и это было исключительно как программа финансовой взаимопомощи от людей к людям. Но прогресс пришел и фонд появился как неотъемлемая часть нашей программы и концепция именно в эту сторону поменялась. Что, в общем-то, очень круто. Какими же успехами может похвастаться наш проект в плане собственно эффективности этого самого партнерского фондрайзинга. Что мы хорошего сделали для помощи детям. Давайте посмотрим. В общем-то каждый ребенок, которому здесь оказана помощь, эта помощь оказана непосредственно при содействии нашего буквально фондрайзингового движения. фондрайзинга. И это более сотни детей, которым требовалась самая различная помощь. фондрайзинга. Как от очень дорогостоящей, так и не очень. Но у каждого из них конечно же своя история. И на протяжении уже с 2012 года сколько? Ну, почти 8 лет можно считать. То есть, 7 уж точно мы помогаем именно Боготворительному фонду всем миром. Хочу отдельно отметить несколько историй, когда мы действительно без преувеличений спасали жизни детей. Не просто оплачивали какие-то дорогостоящие операции, а было несколько случаев, когда удалось спасти жизнь ребенка и сделать это за очень короткий срок. Например, Никита Лыков. У него история была такая, что ребенку один год и врачи наши российские рекомендовали удаление глазного яблока, то есть, удаление глаза из-за того, что была онкология на глазах, которая называлась билотериальная ретинобластома, такой вот страшный диагноз, но мама обратилась в наш фонд и буквально за короткий промежуток времени собирали эту сумму всем миром, отправили на лечение в Израиль Никиту, и о чудо, это завершилось все очень удачно и буквально недавно в новостях была как раз новость о том, что Никита передавал все, вот видите, вот она, Никита уже подрос, зрение глаза на месте, все хорошо, то есть никаких рецидивов не было, вот такая история, была еще одна история не менее яркая по своему содержанию, тогда, когда мы сейчас скажу, так, Алексей Коваленко, парень 15-летний на тот момент, с злокачественной опухолью мозга, также нуждался в операции, но не просто в операции, а в крайне срочной операции и необходимо было собрать на тот момент, я даже не помню, сколько евро, но вот написано миллион 360 тысяч рублей, и эта сумма была собрана за буквально три дня, три дня нашими участниками, без привлечения практически каких-то дополнительных инвесторов и меценатов, да, вот, эта сумма, видите, сбор начат 25-го числа, 26-го числа фонд всем миром уже миллион 400 тысяч перевел, поскольку они поступили от наших фандрайзеров, да, и на сегодняшний день Алексей Коваленко также здоров, также постоянно общаемся с его мамой, передает он привет, вот, тут как раз новость от 28-го августа и вот он собственно говоря сказал, что все хорошо и это еще одна история спасения жизни, но в общем-то историй много, мы не будем сегодня о всех них говорить, вы можете сами посетить сайт блоговительного фонда всем мира, убедиться, что действительно мало нужно от каждого из нас, чтобы вместе делать большое дело, можете совершать пожертвования, если вам не безразлична судьба детей прямо с сайта фонда, а можете делать это через участие в нашем проекте, вот, например, на мониторе транзакции видны поступления, да, WV фандрайзинг, это как раз и есть, wholeworld фандрайзинг, то, что видно, что поступления идут от людей с разных стран мира и на суммы 50-10 долларов как раз от богоитного марафона эстафета, но сейчас мы поговорим, собственно говоря, о маркетинге и вы все это сами поймете. Так, все вопросы мы оставим на потом, если у нас время останется, потому что много-много нужно информации вам сейчас занести еще. Итак, маркетинг, что же представляет собой это в wholeworld и стоит сказать, что в wholeworld на текущий момент есть две бизнес-программы, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества и может использоваться как, собственно говоря, по отдельности, то есть участвовать вы можете как в какой-то программе по отдельности, так и в обеих программах сразу, что, конечно же, наиболее выгодно со всех точек зрения. Сейчас поговорим подробнее. Итак, благодарительная эстафета, это наша основная программа, которая, в общем-то, с самого-самого начала нашего проекта работает. Здесь присутствует оказание финансовой помощи в размере 100 долларов. Производится оно один раз в год, то есть достаточно такая лояльная сумма и длительный срок активности, который вам дает для того, чтобы дальше деятельство вести. Ну и что здесь, какие важные аспекты, то, что вы получаете статус бизнес и вместе с ним максимум преимуществ от участия в ваш доход не ограничен, вы можете получать столько денежных переводов, сколько захотите, хоть на миллион долларов или больше. Ну и, конечно же, у вас нет обязательств никаких, поскольку вы вправе не производить оказание финансовой помощи в следующем году, если этого не захотите. Это не какая-то там подписка, где у вас автоматически спишутся деньги, ни в коем случае. То есть, только по собственному желанию, только добровольное, безвозмездное оказание финансовой помощи. И благотворительный марафон. Здесь эта программа появилась у нас не так давно, когда она появилась, в 2018 году, конец 2018 по-моему, так, да. То есть, ей чуть больше полутора лет сейчас, чуть больше года. И появилась она для того, чтобы разнообразить вариативность участия, сделать участие доступнее, и оно действительно стало таковым, поскольку теперь в буквально марафоне, в отличие от эстафеты, можно участвовать с оказанием финансовой помощи, ну, буквально в три раза меньше. это сумма 35 долларов на одно место, и можно активировать неограниченное количество мест, зачем, ну, мы разберем чуть попозже. Еще отличие есть в том, что оказание финансовой помощи в марафоне производится каждый квартал, то есть, один раз в три месяца, ну, а в эстафете один раз в год, да. Вот, здесь вы можете, как я сказал, неограниченное количество мест активировать, максимальный доход на одно место за три месяца может достигать конкретной суммы ограниченной, это 5854 доллара, почему, позже поймете. Также здесь есть возможность заработка без приглашений и даже без услуги бизнес-автомат, поскольку там есть особенность маркетинга, которая позволяет получать переливы от предстоящих партнеров, ну, и, собственно говоря, делает эту самую возможность реальностью. А в эстафете переливов никаких нет, только если бизнес-автомат. Ну, также здесь отсутствие обязательств, поскольку вы вправе не производить оказание финансовой помощи через три месяца, если вас что-то не устраивает и вы не хотите этого делать. Ну, теперь давайте разберем подробнее. Будем говорить сначала об эстафете, как мы уже сказали, это оказание финансовой помощи в размере 100 долларов. и важно отметить, что стать участником благотворительной эстафеты, ну, и, собственно говоря, как участником хоурова в целом, можно только по приглашению одного из действующих участников, да, и его пригласительный сертификат как раз и выступает той самой эстафетной палочкой при передаче благотворительной эстафеты. Вот он справа у вас изображен здесь. Когда вы присоединяетесь благотворительной эстафете, то оказывайте финансовую помощь в размере 100 долларов по списку данного пригласительного сертификата. Видите, да, в строчках здесь есть определенные суммы и суммарно это как раз и есть 100 долларов. То есть 50 долларов это основная сумма, которая направляется вами в благотворительный фонд всем миром. Здесь он по-английски написан IPCF Whole World International Children 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 Fund. Простите за мой английский. Это не мой основной язык. Так, ну и вам не нужно делать все эти переводы вручную. То есть можно было подумать что надо 8 переводов на разные суммы разным людям это все сложно. Нет, вы производите здесь всего лишь навсего одну оплату единовременно на 100 долларов любым удобным и доступным на этапе оплаты способом, например, банковской карты. И далее автоматический платежный шлюз сам отправляет соответствующий перевод от вашего имени нужным адресатом в нужной сумме. И после успешного оказания финансовой помощи система формирует из вот этого сертификата вашего пригласителя по которому вы зарегистрировались из него она формирует уже ваш личный сертификат участника и при этом подставляет ваше имя в нижнюю строку. То есть вот справа это уже ваш сертификат участника который будет закреплен за вами всегда и он не изменится то есть вы видите да все имена сместились на одну строчку вверх единственное что фонд остался здесь поскольку он присутствует в каждом сертификате и сумма здесь неизменна от каждого оказания помощи 50 долларов идет в фонд а имя верхнего участника в данном случае Инесса Фримен оно вышло из сертификата именно из вашего сертификата в других сертификатах конечно оно осталось но в вашем его уже нет потому что когда вы оказывали помощь Инесса от вас получила 15 долларов это максимальная максимальный размер перевода который можно было получить ну и вот он ваш личный сертификат этот сертификат вы сразу же можете использовать для передачи благотворительной эстафеты в свою очередь его можно как распечатать и передавать вживую так и использовать просто в электронном виде ну буквально без собственно говоря файла сертификата просто отправляя людям свою персональную реферальную ссылку на сайт wholeworld по которой они заходят как мы я уже показывал ранее смотрят видео знакомятся да присоединяются и что происходит каждый раз когда по вашему пригласительному сертификату вот он с левой стороны да каждый раз когда по вашему пригласительному сертификату регистрируются и оказывают финансовую помощь новые участники на ваш счет автоматически поступает 10 долларов так как ваше имя находится в нижней строке сертификата то есть они вам отправляют финансовую помощь напрямую в размере 10 долларов Далее по сертификатам. Из вашего сертификата уже формируется сертификат нового участника, в котором, как вы видите, по той же самой схеме ваше имя будет находиться уже на второй строке, поднимается выше. И таких сертификатов, их больше одного, как правило, поскольку их столько, скольким людям вы передадите лично благотворительную эстафету, а их может быть неограниченное количество, хоть 10, хоть 20, хоть 100, хоть 1000. Чем больше, тем вам лучше. Ну и зачем это все нужно? Что дальше происходит? Дальше по сертификатам приглашенных вами людей также регистрируются новые участники и от них вы уже получаете переводы по 5 долларов, поскольку ваше имя в этих сертификатах находится на второй строке и напротив второй строки стоит сумма 5 долларов. Ну и ваше имя в сертификатах третьего поколения, уже участников, которых пригласили ваши партнеры, поднимается еще выше. И чем больше и чем чаще вы и ваши последователи передаете благотворительную эстафету другим людям, тем в большем количестве сертификатов, видите, здесь уже стопочка такая нарисована, тем в большем количестве сертификатов появляется ваше имя на разных строках вот этой вот очереди. Ну и к чему это приводит? Конечно же, тем больше денежных переводов каждый день по 5, 10 и даже 15 долларов начинает поступать на ваши счета. И каждый день переводов становится все больше, и этот поток просто уже не остановит, если вы его один раз хорошенько запустили. Сколько можно заработать? Да, вот это хороший вопрос. Для этого у нас есть на лендинге, кстати, вот этот лендинг классный, он всем бесплатно в подарок дается. Вы сможете также его использовать для того, чтобы передавать благотворительную эстафету. Есть такой вот калькулятор, но считает он, в общем-то, идеалистичную ситуацию. Но давайте возьмем простой пример. Скольким людям вы сможете передать благотворительную эстафету за один год? Да, вот за такой большой, казалось бы, период. Что может быть проще? В течение года рассказывать людям о возможностях проекта всем миром, просто показывая видеопрезентацию, просто приглашая их на наши вебинары. Это просто, да? Ну, я думаю, что нескольким десяткам людей это можно сделать без проблем. Но мы возьмем всего, допустим, 5 человек. За год вы пятерым людям передадите благотворительную эстафету. И второй вопрос нужен калькулятору для расчета. Сколько людей сможет пригласить за один год каждый из ваших партнеров по команде? То есть, если вы понимаете, да, чтобы благотворительная эстафета росла и продвигалась по всему миру, чтобы у вас появлялись денежные переводы от людей со всего мира, ваши партнеры также должны, в свою очередь, ее передавать. Так сколько? Ну, давайте возьмем 3. Пусть они послабее, чем вы будут, да? Вот, вы 5, а они по 3. И вот калькулятор рассчитал, что с 7 уровней, даже вот здесь есть, если вы передадите благотворительную эстафету 5 последователям, а каждый из ваших партнеров пригласит по 3 человека, то на 7 уровнях вашей партнерской структуры будет находиться 5465 человек, от которых вы лично получите финансовую помощь на сумму 63 800 долларов. При этом на благотворительность будет направлено 273 250 долларов. Неплохой результат, не правда ли? Особенно если учесть, что для его достижения вам будет достаточно приглашать всего лишь по одному человеку за 4 месяца. Ну, действительно, вы с этим, скорее всего, легко справитесь, да? Можно посчитать, что будет, если все пригласят по 5 человек, да? Это тот самый вариант, который рассчитан в видеопрезентации. Это более 1 миллиона долларов, которые вы получите в качестве финансовой помощи. И более 4 миллионов на благотворительность. Да, это идеалистичный вариант, конечно, на практике происходит далеко не все так радужно, но это, как вы понимаете, работает, и не работать оно просто не может. Кстати, да, стоит отметить, что согласно правилам системы, оказание финансовой помощи производится каждым участникам ежегодно. Да, но об этом мы уже говорили, еще раз повторим. И благодаря этому на благотворительность с каждым годом удается направить все больше денежных средств, а ваши доходы при этом ежегодно возобновляются. То есть, вот эти суммы вы можете получать не единожды, а ежегодно. И вы снова-снова получаете денежные переводы от людей со всего мира. Вот так работает концепция. Но, впрочем, заставлять оказывать ежегодную помощь никто не может участников, поэтому это на калькуляторе только. Так, ну и еще такой момент, что, как вы поняли, да, для того, чтобы вам начать зарабатывать в эстафете, нужно передать эту самую эстафету как минимум одному последователю. Хотя бы одному. Да, вот, ну если вернуться к этому калькулятору, где у нас тут... Если вы передадите хотя бы одному последователю, то дальше у вас уже может это все зашевелиться. Если никому, то, ну, не может, да, дальше у вас ничего пойти. Поэтому хотя бы одному. И дальше может партнерская структура начать расти уже без вашего участия. И у нас есть такие примеры, буквально, ну, их немного, да, но есть несколько участников, которым безумно повезло, как я считаю. Они пригласили буквально по одному, по два последователя. И от них у них пошла просто бешеная структура расти из нескольких десятков тысяч там активных благотворителей. И они заработали там, по-моему, несколько десятков тысяч долларов. Просто вот... Просто когда-то кому-то передав свою реферальную ссылку, да, представляете себе, да. Вот он пассивный доход вам, реально. Ну, а на калькуляторе вот... Хотите пригласить одного, ну, тогда вам придется надеяться, что ваша структура будет хотя бы что-то делать. Пусть она по три приглашает, там, по четыре, по пять, тогда ваши доходы будут уже хорошие. Так, ну и, как я сказал, да, что при этом можно приглашать этих самых последователей, то есть, передавать эстафету как самому лично по своей реферссылке, так и доверить это услуге бизнес-автомат, то есть, получать партнеров без приглашений. А бизнес-автомат, кстати, можно получить абсолютно бесплатно по действующей акции. Ну, надеюсь, у нас время хватит и о ней рассказать. Так, давайте теперь о марафоне поговорим, да. Марафон – это вторая программа, она имеет также свои особенности. Ну, и я сюда загрузил всю презентацию, поэтому, скорее всего, немножко пролистаю, чтобы вы не сильно напрягались. Да, благотворительный марафон – это специальный проект компании Whole World, опять же, признанный, ну, все так же объединить миллионы людей по всему миру в стремлении помогать нуждающимся и сделать процесс благотворительности намного увлекательнее, чем прежде, да. Основной задачей является эффективное содействие в сборе пожертвований для реализации задач благотворительной программы фонда всем миром впоследствии к популяризации и развитию специальной стимулирующей программы. Ну, и факт, да, то, что принимая участие в благотворительном марафоне, вы не только оказываете финансовую помощь, но и имеете возможность получать ее в свой адрес от людей со всем миром. Все так же, как в благотворительной эстафете, но маркетинг немножко иной. Для того, чтобы принять участие в проекте благотворительный марафон, необходимо всего лишь навсего являться действующим участником сообщества Whole World, то есть зарегистрироваться, активировать свой аккаунт. Далее выбрать программу «Эстафета», «Марафон» или «Все сразу». Ну, вот если вы выбираете «Марафон», то дальше вы должны быть готовы к следующим. Ну, просто хочу, чтобы вы поняли, чем «Марафон» принципиально отличается от «Эстафеты». Вот представьте, что в «Эстафете» у вас есть собственная структура, которую вы кропотливо сами своими трудами строите, ну, или с помощью услуги «Бизнес-автомат», неважно. Но ничего кроме этой структуры у вас нет. И от того, насколько вы успешно передаете благотворительную эстафету, будет зависеть, собственно говоря, и ваш доход. Ну, и от того, насколько успешно ваши партнеры это делают, тоже будет зависеть ваш доход. Здесь, в принципе, то же самое, но с очень-очень большой оговоркой. Потому что в «Марафоне» присутствует единая структура, и она бинарная, то есть ограниченная. Если в эстафете вы можете пригласить неограниченное количество людей на первый уровень свой, и они точно так же неограниченное количество, то здесь на каждом уровне всего лишь навсего в два раза больше ячеек, чем на предыдущем. То есть на второй уровень вы бы могли пригласить двух человек, на третий – четырех, далее – восемь и так далее. Так вот, все участники Whole World, а их более миллиона человек уже из 65 стран мира, уже, представьте себе, находятся в этой общей бинарной структуре. Просто вот расставили их, и они там заняли свои места, ячеечки. И каждый из них в любой момент имеет право активировать свое место или несколько мест в этом самом «Марафоне», оказав финансовую помощь на сумму 35 долларов. Вот, например, как здесь показано. Какой-то человек, где-то там, неважно, когда присоединившийся, пять лет назад или только вчера, или завтра, берет и оказывает благотворительную помощь в размере 35 долларов по правилам «Марафона». И его место в «Марафоне» считается активированным. В момент активации место этого участника перемещается в самый верх, ну, в самый верх, и занимает первую свободную позицию под местом ближайшего, вышестоящего партнера в сообществе Whole World, который уже участвует в благотворительном «Марафоне». То есть, структурные связи, которые образуются при передаче эстафеты, то есть, ну, человек же в стране регистрируется, да, на сайте, а регистрируется он так или иначе по чьей-то ссылке, по чему-то сертификату. И вот в этот момент происходит привязка его куда-то в структуру. Так вот, он попадет в структуру ближайшего, вышестоящего партнера, который уже участвует в «Марафоне». И что будет дальше? Ну, давайте вот здесь мы правила не будем читать, я вам на картиночке сейчас расскажу. Итак, для активации своего места в «Марафоне» любому участнику достаточно оказать финансовую помощь на общую сумму 35 долларов. 35 долларов, из которых 10 долларов идут напрямую в фонд «Всем Мира» как благотворительное пожертвование, ну, так же, как 50 долларов при эстафете, да, а в «Марафоне» 10 долларов. 19 долларов поступает другим участникам марафона, чьи места находятся над вашим местом в этой самой общей структуре, а это 10 уровней, то есть уже не 7, как вы ставите, а целых 10 уровней глубинной структуры обладают способностью принимать переводы и отдавать их, соответственно. И 3 доллара поступает вашему ближайшему вышестоящему партнеру в «Холл Ворлд», который имеет статус «Бизнес». Именно поэтому важно, участвуя в «Марафоне», еще участвовать и в эстафете, да, вот, чтобы получать спонсорские 3 доллара вот эти вот от каждого вашего партнера, не упускать их, иначе они уйдут какому-то вашему вышестоящему партнеру, который участвует в «Марафоне» и в эстафете одновременно. И 3 доллара – это сервисный сбор самой компании, ну, для того, чтобы обслуживать и сервера, вот серверные мощности, да, какие-то обновления делать, в общем-то быть определенным образом заинтересованным в том, чтобы все это поддерживать. Ну, и все это для поддержания активности вашего места, как сказали, каждые 3 месяца повторяется, да, то есть каждые 3 месяца по 35 долларов на каждое активированное место вам предлагается оказывать финансовую помощь. Предполагается, конечно, что за эти 3 месяца вы должны не меньше получить, ну, это, опять же, будет зависеть от некоторых факторов, нескольких факторов и от вашего желания и активности в первую очередь. А распределение, да, вот я забыл сказать, как именно вот эти вот 19 долларов, которые в структуру направляются, вот следующим образом. По 1 доллару на ближайшие 4 уровня структуры, далее идет по 2 доллара уже это 5, 6 и 7 уровни, и по 3 доллара 7, какой получается, 8, 9 и 10 уровни. Это сделано специально, чтобы увеличить вот эту вот мощность финансовой отдачи, поскольку на нижних уровнях у вас будет больше партнеров, чем на верхних, да, поэтому, конечно, основной доход интересно получать именно с большой глубины по 2, поскольку там уже по 2, по 3 доллара с каждого места будет поступать. Итак, участвуя в благотворительном марафоне, вы, в свою очередь, также получаете денежные переводы от участников, чьи места располагаются под вашим местом в общей структуре, то есть с 10 уровней, как я уже говорил. И вот они ваши переводы, да, то есть если вот мы возьмем бинарное, бинарное дерево, то на 10 уровне находится больше всего партнеров, да, ну вот оно увеличивается на 2, каждый уровень увеличивается на 2, здесь несложно посчитать, и то, что если с первого уровня всего 2 партнера там находятся, вы по 1 доллару получаете, и далее так до 4 уровня, то дальше уже эти суммы намного больше, да, а финальный уровень 1024 человека по 3 доллара, это и вовсе уже больше 3000 долларов, что очень-очень интересно. Так вот, таким образом, общая сумма финансовой помощи, отправленной вам другими участниками, может составлять 5854 доллара каждые 3 месяца, всего лишь на одно ваше место, а количество мест, которые вы можете активировать, при этом не ограничено. Но об этом тоже чуть позже поговорим. Плюс вы будете получать по 3 доллара с каждого места личных ваших партнеров, которые регистрируются по вашей ссылочке и участвуют в марафоне, но только при том условии, если вы еще и участвуете в эстафете, то есть имеете статус бизнес. Вот. Такой нюанс. Ну и про вот эту вот самую особенность возможности получения без приглашений. Она есть. И приглашать действительно можно сказать, что не обязательно, хотя это будет, наверное, ну, таким больше условным фактором, что да, действительно приглашать не обязательно, и без приглашений здесь можно зарабатывать. Поскольку особенность бинарного дерева такова, бинарного дерева структуры имеется в виду, да, что структура под вашим местом является частью структуры всех вышестоящих мест, вплоть до самой верхней позиции общей структуры. То есть, что это несет, да, что в заполнении вашей структуры могут принимать участие одновременно все вышестоящие партнеры, а также сама компания, от которой вам будут доставаться новые участники, поскольку места других участников могут автоматически по переливу от вышестоящих партнеров попадать в структуру уже под вами, даже если вы никого не приглашали лично. Да, вот эта особенность марафона, выставить такое невозможно, в марафоне возможно. Ну, вот пример здесь показан, да, вот, к примеру, ваше место. Ой, да, вот, например, им нужно дальше заполнять свою структуру, да, они не ждут от вас активности, допустим, более активно, ну, начинаете, соответственно, приглашать в марафон. Хотите ждать переливов, ждете переливов, но вы должны просто понимать, что если, то есть это преимущество, оно нужно к нему подходить с особым пониманием, так как если все будут сидеть и ждать переливов, то, как вы понимаете, взяться этим переливом будет попросту ниоткуда, да, соответственно, и возможность получать доход без приглашений, здесь должна использоваться с вами скорее как бесспорный козы и мощный аргумент в ваших приглашениях, когда вы можете людям говорить о том, что да, здесь есть такая возможность, если их это пугает, да, это, конечно, более лояльно сразу, но не, собственно, как способ получения дохода, потому что, ну, по переливам можно, да, можно получать, можно заработать в итоге большие деньги, но скорее всего для этого вам придется ждать достаточно долго и марафон превратится для вас действительно в марафонскую дистанцию, да, потому что вам нужно будет ждать этого очень-очень долго, поскольку вы личных активностей не хотите сюда никаких вкладывать, вот, но такое возможно, если же вы все-таки вкладываете личную активность и все вкладывают личную активность, то ваша структура здесь растет очень быстро, первые там 3-4 уровня, которые по одному доллару заполняются буквально там за несколько дней и дальше уже идет намного интереснее, вкуснее, по 2-3 доллара, да, вот, ну и самое глупое, что можно учудить, участвуя в марафоне, как бы вы думали, что, давайте я вас спрошу, что можно самое глупое, учудить, участвуя в марафоне, напишите, кто знает, кто первым напишет, кто знает, никто не знает, самое глупое, это не продлить свои места, вот, взять в один момент и не продлить свои места, и вы знаете, друзья, несмотря на то, что система даже оповещает вас о том, что активность места подходит к завершению, не забудьте продлить ее активность, оказав очередную финансовую помощь, и люди, например, находящиеся где-то вот-вот в такой позиции, и под ними заполнена структура, они умудряются не продлевать свои места, и они теряют всю эту структуру, однажды полученную ими, даже без их приглашений, это настолько глупо, это настолько абсурдно, что просто хочется вот взять и кричать, эй, ты что делаешь? Ну, понятное дело, что их места сразу же занимаются другими участниками, и эти участники, которые попадают в эти пустые, освободившиеся ячейки, сразу же приобретают под собой готовую структуру, да, вот круто, повезло кому-то, а кому-то не повезло, потому что он поленился продлить, или посчитал, что, ну, что-то как бы первые три месяца мне что-то не очень много переводов пришло, то, наверное, это не для меня, да, а то, что под ним уже выросла структура, и она в следующие три месяца еще вырастет, как бы, он почему-то об этом не думает, ну, ну, очень странно, да, вот так происходит, вы просто должны это знать, что потому марафон и называется так, да, потому что марафон – это забег на длинную дистанцию, и только если вы готовы к такому забегу, то сможете быть достаточно вознаграждены за свое постоянство и терпение. Если же вы хотите заработать все 5800 долларов за три месяца и не получаете этого, и после этого не продлеваете места, то, ну, просто знайте, что вы немножко, наверное, не в себе. Вот такой вот нюанс. Кстати, кто-нибудь знал? Так никто мне не написал. А давайте проверим качество связи, может, вы меня вообще не слышите, напишите здесь пару плюсиков, если меня нормально сейчас слышно, и просто вы заслушались, так. И просто вы не знали, что можно самого глупого учудить в марафоне. Отлично. Вижу плюсики, продолжаем. Так. Продолжаем, да. Ну, вот что еще в марафоне важного, да, то, что мы сотрудничаем действительно с самыми разнообразными международными платежными системами, и благодаря этому вы можете производить оплату и получать денежные средства практически любым способом в любой точке земного шара, и при этом, как уже говорилось ранее, все переводы оказания финансовой помощи полностью автоматизированы. Их не нужно делать вручную каждому участнику, там, подтверждать их получение не нужно. Все это система видит автоматически, и переводы моментально поступают на личные счета участников в платежных системах, которые вы сами указали для получения, не накапливаясь при этом на счетах компании. То есть, вы можете воспользоваться денежными средствами сразу же, как получили перевод, и их даже не обязательно будет заказывать на вывод, как это бывает практически везде. Вот. Ну, и опять же, не стоит обходить вниманием тот факт, что основная цель, да, это именно оказание помощи, это фандрайзинговая деятельность, и программа благотворительный марафон, она создана для того, чтобы помогать собирать деньги на благотворительность. То, что с каждого оказания финансовой помощи, здесь 10 долларов, идет выказательный фонд помощи детям всем миром. Да, я вам уже показывал, вот они, вот они транзакции на мониторе. Так, где тут монитор потерялся? Вот он, то есть, вот они, 50 долларов – это транзакции с эстафеты, 10 долларов – это транзакции с марафона. То есть, в принципе, других транзакций от нашей программы здесь и нету. То есть, вот это странные люди, которые это делают. Так, все это можно увидеть на сайте благотворительного фонда, потому что интеграция техническая с ним реализована, это наш партнер, и все транзакции моментально отображаются в его отчетах. То есть, ну, если человек хоть не уверен, что действительно его средства пошли в фонд, то вот он может зайти на сайт фонда, посмотреть, может спросить администрацию фонда, если вдруг ему даже этого недостаточно, а действительно ли мои деньги вам пришли, действительно ли компания всем миром не мошенники и не присвоили мои 10 долларов там, да, или 50 долларов. Ну, нет, друзья, конечно же, если бы мы так делали, то, наверное, мы бы не работали так долго, и давно бы, наверное, нас бы уже за это наказали. Здесь же все честно, и только поэтому наш бизнес работает так успешно и в продолжительное время. Вот, ну и, да, важный вывод, то, что участие, участвуя в благотворительном марафоне, ровно как и в благотворительной эстафете, помните, что какой бы сильной ни была ваша финансовая мотивация личная, но главной целью всех участников является все-таки оказание помощи тяжелобольным детям. Да, это работает на финансовой мотивации, но, де-факто, это все-таки помощь, это фанрайзинг. Вот, по марафону все. Так, что дальше? Хотелось рассказать вот про этот самый универсальный платежный шлюз еще немножко, потому что, чтобы вы понимали, да, как же это все-таки работает действительно, то, что вы можете оплачивать буквально любым доступным способом. Ну да, бывает, что, конечно, может какая-то платежная система недоступна для оплаты, но сейчас в любых обменных сервисах есть мониторинг обменников, я вот всегда BestChange пользуюсь, там всегда можно найти, как с налички, например, пополнить на любую другую платежную систему, а потом произвести оплату, да, там, ну или как-то еще. То есть даже если нет прямой оплаты, то все равно можно ее произвести, если иметь на это достаточное желание. Ну, ваш информационный спонсор всегда вам в любом случае поможет произвести оплату, примет в этом непосредственное участие и поможет вам стать активным участником. Так вот, с одной стороны, как вы видите, да, любые платежные системы на оплату доступны, есть некий универсальный платежный шлюз, который все это кушает, там переваривает, разделяет, распределяет, и видит, кому нужно отправить какую сумму, ну, из других участников, да, имена которых находятся либо в очереди пригласительного сертификата, либо это высшестоящие партнеры по структуре в марафоне благотворительном, вот, он видит, какие кошельки в своих аккаунтах привязали участники, например, кто-то указал, что он хочет получать переводы там на Payr, кто-то на Яндекс.Деньги, кто-то на PayPal, кто-то на Bitcoin, кто-то еще куда-то, да, и, соответственно, этот платежный шлюз совершает уже сам внутри себя необходимые обменные операции и отправляет ваш перевод на нужную платежную систему, ну, например, если вы заплатили через карточку, банковскую карточку, да, деньги пришли в платежный шлюз, и дальше он их отправил кому-то на Яндекс, кому-то на Payr, кому-то на Kiwi, кому-то на PayPal, кому-то на WebMoney, да, ну, и в ближайшее время будут подключены также переводы на банковские карты, тоже скрывать не стоит, Kiwi там и так далее. Вот так работает здесь универсальный платежный шлюз, деньги на счетах компании, они не задерживаются, впрочем, хотя есть такая возможность на некоторых способах там сделать так, чтобы у вас деньги оседали на внутреннем балансе аккаунта, и потом вы их можете просто заказать на вывод, ну, если вам так удобнее. Потому что не все платежные системы поддерживают именно автоматическое мгновенное зачисление, да, на некоторых, ну, например, это может связано быть с минимальной суммой, да, то есть вот на банковскую карту отправить 1 доллар, там, ну, на комиссии больше потеряешь, поэтому, или там на криптовалютах есть минимальные суммы меньше, то есть намного больше, чем 1 доллар. А если вам пришел 1 доллар, да, куда же его девать в таком случае? Ну, вот в таких случаях он может накопиться на балансе для определенной суммы, и дальше вы его выведите на удобный способ. Так, ну да, Ирина, я сказал уже про это, про то, что можно попасть в структуру с готовость, в марафон с готовой структурой. Так, дальше. Какова же стратегия наиболее выгодного участия? То есть что вообще стоит сделать, чтобы участвовать в Hall of Work наиболее эффективно? Сделать как новичку, так и, в общем-то, действующему участнику. Может быть, вы пришли сюда, проснувшись спустя 5 лет, да, я не знаю, бывают такие люди. Впрочем, бывают и проснувшиеся спустя 8 лет. Улыбка всегда присутствует, когда таких людей встречают. Осознавая, сколько они просто потеряли за это время, да, а могли бы не потерять. Вернее, получить. Итак, ну вот, в общем-то, пошаговая стратегия. Первое. Регистрация, активация аккаунта. Активация аккаунта – это оплата сервисного сбора в размере 5 долларов. Одновременно взымается, ну и как бы это действует, оплата на один год. Но если вы продлеваете активность, не допуская истечения активности, то мы не взымаем 5 долларов повторно. Вот такая есть ситуация, о которой, кстати, не все знают. Дальше вы привязываете кошелек, ну, привязываете условно, скорее правильно назвать, указываете. Указываете кошелек, на который вы предпочитаете получать денежные переводы. Например, вы указали свой счет в платежной системе Payer. Дальше вам система на выбор дает две программы наших маркетинговых и говорит, что вот, пожалуйста, выберите, как вы предпочитаете продолжить. Что в первую очередь вы хотите активировать – марафон или эстафету? Вот. Ну, вы можете выбрать, как я уже говорил ранее, либо марафон, либо эстафету, либо все сразу. Но все сразу у вас в любом случае активировать не получится, так или иначе это последовательно. Совершенно неважно, в какой последовательности вы будете производить активацию. Если вы хотите участвовать и там, и там, то можете делать любую последовательность, от этого ничего не нарушится. То есть сначала активируете там марафон, потом эстафету, или сначала эстафету, потом марафон. В любом случае, если вы сделаете одновременную активацию, ну, вернее, не одновременную, а будете участвовать одновременно и в эстафете, и в марафоне, система по действующей акции подключит вам бесплатно услугу «Бизнес-автомат», которая позволит получать новых партнеров без личных приглашений. Кстати, ну, давайте я покажу, что это за услуга «Бизнес-автомат». Есть такой раздел вот на сайте специальный, чтобы вы просто понимали. Здесь есть ролик о том, как работает система «Бизнес-автомат». Он, кстати, тоже на 9 языках. Работает она очень просто. То, что «Бизнес-автомат» распределяет между теми, кто подключил эту услугу, тех участников, которые регистрируются здесь, приходят на сайт без каких-то реферальных ссылок, не по чьим-то сертификатам. Но так или иначе, вот они пришли, где-то сами узнали о программе, пришли сюда и хотят зарегистрироваться. Поскольку правилами системы запрещено регистрироваться без приглашения, то система им подбирает информационного спонсора автоматически. И этих спонсоров она берет как раз из числа тех людей, которые активировали услугу «Бизнес-автомат». Ну и по статистике более 30% всех регистраций совершаются без личных рекомендаций в системе. Хотите получать их в свою структуру? Просто подключите «Бизнес-автомат». Но услуга эта не бесплатная в общем ее виде. То есть одно место стоит 50 долларов на один месяц. На 30 дней, то есть на один месяц. Можно подключать неограниченное количество мест. Чем больше мест подключаете, тем больше партнеров в порядке общей очереди система вам передаст. Ну а согласно действующей акции, акция у нас называется «Бизнес-автомат в подарок». Где у нас эта акция? Ну в общем ладно, неважно где акция. Суть акции следующая, что когда вы подключите и эстафету, и марафон, причем неважно сделаете ли вы это с промежутком в один день или в неделю, или в месяц, но если у вас одновременно система зафиксирует, что вы одновременно участвуете и в эстафете, и в марафоне даже спустя месяц, то она вам выдаст бесплатно одно место в бизнес-автоматике, связаться с ними, пригласить их на вебинар, рассказать им самостоятельно что-то, ответить на их вопросы. Ну и конечно это не исключает все то, что вы должны для того, чтобы активно ваш бизнес развивался, ежедневно передавать эстафету лично. То есть взять свою реферальную ссылочку на сайт, на презентацию марафона. Тут можно приглашать и в эстафету, и в марафон, можно просто приглашать на официальный сайт, можно приглашать на вот этот вот отдельный лендинг, который также красиво сделан и доступен здесь на разных языках. То есть приглашать можно не только ваших соотечественников, можно со всего мира людей приглашать. Поверьте, они поймут вас, поймут как работает проект, посмотрев эти презентации. Я на вопрос чуть позже отвечу, сейчас пока завершу. Ну и остается вам дальше только получать доход. Вот в общем-то все очень просто. Основная суть этой стратегии то, что выгодно участвовать одновременно и в эстафете, и в марафоне. Но ничего страшного, если вы не делаете этого, а участвуете только в марафоне или только в эстафете, все равно нет. Да, вы получите меньше, конечно, прибыли, вы можете получить упущенную прибыль, если кто-то из ваших партнеров, которые пришли по вашей реферальной ссылочке, зарегистрируется и станет участвовать, например, в марафоне, а вы в марафоне не участвуете, да, и тогда вы будете упускать финансовую прибыль и упустите этого партнера, поскольку он уже займет свое место в общей структуре где-то высоко там под вашим вышестоящим спонсором, а под вас он уже не попадет, да, то есть лучше, конечно, не упускать своих партнеров, а самим участвовать в марафоне и только после этого приглашать. Ну и то же самое с эстафетой, но с эстафетой как бы дело немножко попроще, потому что, ну да, вы можете упустить финансовую помощь один раз, там, второй раз, но после того, как вы активируете свое участие в эстафете, то есть окажете финансовую помощь в размере 100 долларов, то дальше от этого партнера вы уже не будете упускать переводы, они пойдут к вам. А вот в марафоне вы можете упустить прям целого клиента и всех его клиентов, всех его партнеров, да, клиентами, наверное, неправильно называют здесь, потому что они уже будут под него в марафоне попадать, а под вас уже никогда не попадут. Вот. Ну и хотелось еще тут пару советов вам дать, как можно зарабатывать в разы больше, как получать в несколько раз больше переводов за одни и те же действия. Есть буквально пару лайфхаков, вполне законных, несмотря на то, что у нас в системе запрещено создавать мультиаккаунты. Ну, мультиаккаунты – это когда вы сами регистрируете несколько аккаунтов для увеличения своей прибыли, да, ну, кто знает, наверное, да, кто это делает. Вот. Но не запрещено приглашать своих родственников. Ну, в общем-то, это могут быть не обязательно родственники, каким-то образом афилированные с вами люди, которые просто составят вам так называемый семейный бизнес. Мы не против того, что вы зарегистрируете сами под себя своих родственников, и если все аккаунты при этом будут проявлять активность, то, конечно, мы не будем считать их мультиаккаунтами, которые созданы исключительно для накрутки. Но что это вам дает? Это дает то, что вы можете получать не один перевод от каждого оказания финансовой помощи новыми участниками под вами, а сразу несколько переводов. Ну, вот, например, как здесь нарисовано, да, то, что вы зарегистрировались сами, например, дальше зарегистрировали свою жену, сестру, маму, бабушку, да, ну, и дальше зарегистрировали своего брата. Ну, а правильнее регистрировать наоборот, да, сначала своего брата, потом свою маму, а потом самому, чтобы, если вы будете вести активные приглашения, чтобы люди приходили и видели именно ваше имя в рядах своих информационных спонсоров, а то вы, например, Виктор, да, а там будет стоять ваш брат, и они будут спрашивать, странно, вроде меня приглашал Виктор, а я под Михаила попал, да, вот. Поэтому здесь нужно с умом подойти, чтобы вот эту вот линию выстроить уже один раз и навсегда, и дальше просто вести такой полномерный семейный бизнес и получать в несколько раз больше перевода за одни и те же действия. Это что касается эстафеты. В марафоне есть абсолютно легальная возможность, тут даже не обязательно привлекать своих родственников, да, поскольку правилами марафона разрешено иметь несколько мест, неограниченное количество мест в марафоне вы можете активировать, то если вы настроены серьезно, то самым эффективным для вас стартом в марафоне, ну и вообще ваше участие в марафоне должно начинаться с золотого треугольника, так называемого золотого треугольника, который позволит вам точно так же с каждого оказания финансовой помощи в структуре под вами получать не один всего лишь перевод, а кратно больше. То есть, смотрите, да, где бы вот в этой структуре в любом ее месте у вас появляется участник, вы в любом случае уже три перевода получите от него, будь то по одному доллару, по два доллара или по три доллара, если это с самых нижних уровней. Вот, ну и таким образом вы сами уже запомнили два уровня своей структуры, дальше уже начинает заполняться третий, четвертый, там, да, это уже ближе к большим результатам. Но будьте внимательны и готовы, во-первых, к тому, чтобы поддерживать активность всех этих мест, поскольку, например, золотой треугольник из трех мест, он требует содержать эти три места, да, а по каждому месту это 35 долларов каждые три месяца, то есть 105 долларов. Если вы вдруг 7 мест хотите взять, то это 7 умножить на 35 уже, да, то есть это 245 долларов каждые три месяца, ну и будьте готовы к этому. И плюс к тому, что вы должны понимать, что если вы активируете золотой треугольник, то это минимизирует ваши шансы на получение переливов от вышестоящих партнеров. Почему? Да, очень просто. Ну, вот представьте себе, что вы вот здесь вот, да, и под вами кто-то активировал золотой треугольник. Вот здесь вот он занял вот эту вот прям всю структуру. То ваши приглашенные пойдут в первую очередь вот сюда вот заполнять недостающие ячейки. Здесь ячейки уже заняты, поэтому по правилам системы заполняться начнут именно те, которые рядом не заполнены. Поэтому переливы до этого треугольника дойдут намного позже. Только тогда, когда равномерно заполнится справа, слева там вся структура. Поэтому активировать золотой треугольник нужно исключительно тем участникам, которые готовы к самостоятельной активной деятельности, ну и могут позволить себе это финансово, конечно же. Вот. Ну и еще есть один нюанс, то, что правильно активировать сначала одно место, посмотреть, куда оно попало, потому что сейчас, когда уже спустя полтора года, вот как мы говорили ранее, начали образовываться пустоты, да, периодически где-то уже в середине структуры, то может получиться так, что система ваше место закинет именно вот в эту ячейку посреди заполненной структуры. И треугольник там ваш просто не поместится. Вот. Но при этом вы получите уже какую-то заполненную структуру. Поэтому сначала активируйте одно место, смотрите, если оно попало в свободную зону, да, то есть под ним пусто, то можете активировать себе еще два там или еще шесть, и они встанут вот как золотой треугольник. Если же попали где-то в заполненную структуру, то уже смотрите по ситуации. Вот. Такая история. Вот. Я хотел рассказать еще, так, я обязательно расскажу про легальность whole world. Дело в том, что этот вопрос особо важно стоит на повестке, и за столько лет много очень желающих диванных критиков, диванных аналитиков, ну и вообще даже просто недалеких людей находится для того, чтобы сказать утвердительно, что whole world – это финансовая пирамида, это очередной лохотрон, как они любят говорить, там МММ, все что угодно, да, то есть что им приходит на ум. Ну, поскольку здесь нужно приглашать, и здесь еще и нужно что-то финансовое вложить, да, все для них это значит признак пирамиды. Окей. Так вот, друзья, можно называть как угодно, да, в принципе, я не против, там, когда называют пирамиды, чем-то угодно, но я всегда говорю о том, что есть хорошие, а есть плохие пирамиды, да, с точки зрения именно их конструкции и формы, да, сама вся фигура пирамид, ничего в ней плохого нет, это самая устойчивая фигура геометрическая. Так вот, но есть финансовые пирамиды, ну, наподобие тех, которые берут вклады под необеспеченные проценты, да, и обречены на разрушения, и поэтому, как бы, они в любом случае когда-то рухнут и обязательно будут пострадавшие среди их участников, их вкладчиков и так далее, да. Это вот плохое, очень плохое, я сам категорически к этому отношусь. Все, что касается остальных упреков, можно рассматривать только исключительно с точки зрения закона, друзья. То есть, есть вот у нас в Уголовном кодексе Российской Федерации с некоторых пор статья 172.2. Ранее и ее не было, да, поэтому было полное беззаконие. Вот, но сейчас она есть, и она как раз запрещает деятельность финансовых пирамид. Вот, давайте мы ее почитаем и сделаем некоторые выводы. Итак, организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества физических лиц или юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства или имущества были привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств или имущества иных физических лиц, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных средств или имущества в объеме, сопоставимым с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества. Такая вот, не знаю, поняли вы или не поняли, да? Но суть следующая, то что если какая-то организация привлекает финансовые средства, никаким образом ими не распоряжается в рамках законной деятельности, а просто обещает кому-то какие-то проценты, выплаты и так далее из воздуха. И, собственно говоря, за счет привлечения новых средств выплачивает ранним привлеченным выгоды, то эта финансовая пирамида такая деятельность запрещена. Давайте разберемся, как наша деятельность отличается. Здесь красным я выделил специально вот эти строки, потому что мы не будем разбирать о том, кто там что-то привлекает и что-то выплачивает, хотя вы прекрасно понимаете, что никто ничего не привлекает и друг другу не выплачивает, поскольку периоды совершаются в качестве безвозмездной финансовой помощи между самими участниками. Но мы это не будем, это скользкие моменты, да, юридические, мы не будем их брать во внимание. Скажу лишь то, что whole world и участники, то есть фандрайзера, то есть вы, да, занимаются законной предпринимательской деятельностью, да, а закон этот говорит, что при отсутствии иной предпринимательской деятельности, мы же с вами занимаемся вполне себе четким, четкой деятельностью, которая законная, и это называется фандрайзинг, то есть привлечение средств на благотворительные цели, в благотворительный фонд всем миром, которые в свою очередь являются организацией строгой отчетности, действующей по лицензии, и как бы, ну, тут вопросов вообще не возникает, да. При этом еще такой вот здесь нюанс, в объеме сопоставимым с объемом привлеченных денежных средств, да, то есть это нельзя там сказать, что мы там, например, занимаемся благотворительностью, потому что мы 1% от всех средств жертвуем на благотворительность, да, это как раз будет объем несопоставимый, вот, у нас же здесь все наоборот, и использование привлеченных денежных средств на данную деятельность производится в объеме действительно сопоставимым с объемом привлеченных денежных средств. И вывод здесь только один, то, что деятельность Ховард и ее участников не попадает под статью 172.2 уголовного кодекса РФ, других статей в этом направлении никаких нету, и не является, соответственно, уголовно наказуемой. А Ховард, в свою очередь, не является финансовой пирамидой, согласно определению данного в законе. Другого здесь ничего говорить не стоит, наверное, да, все излишнее. Ну, если вы встретите где-то что-то там, кто пытается каким-то образом трактовать иначе, ну, вы, скорее всего, сможете апеллировать очень легко и быстро, поставить данного человека в рамке, ну, то есть на место, да. Вот, а клеветы, конечно, вокруг много. Я просто хочу, чтобы вы знали, что, участвуя в Ховард, вы занимаетесь исключительно легальной и, что самое главное, общественно полезной деятельностью. Вот, к сожалению, не успеваем рассказать про наши действующие акции. Они здесь есть. Ну, посмотрите сами. То есть, вот, всем новичкам... Хотя, почему не успеваю? Вот сейчас как раз и расскажу, да. То есть, всем новичкам до 31 марта компания дарит 10 долларов на активацию бизнес-автомата. То есть, зарегистрируется, активирует аккаунт и уже будет 10 долларов в подарок. То есть, это скидка на бизнес-автомат, который может дать им без приглашения возможность зарабатывать. Так, какая еще у нас акция? Акция бизнес-автомат в подарок. Почему я его не вижу здесь? Я, к сожалению, не вижу этой акции на главной, но она есть. Да, я вам о ней рассказал. Наверное, попрошу техников, чтобы они тут навели порядок. Так, есть у нас система доп. вознаграждений, есть топ-10 лучших фандрайзеров, есть лидерские бонусы, которые позволяют вам дополнительно получать до 1000 долларов каждый месяц за свою фандрайзинговую активность, поскольку за каждые 500 долларов вашего эффективного фандрайзинга, то есть, если от ваших лично приглашенных участников в фонд направлено более 500 долларов, то вы уже получаете дополнительный бонус в размере 100 долларов. А фонд направляется, как вы помните, 50 долларов от каждого оказания в эстафете и 10 долларов от активации каждого места в марафоне. Вот, поэтому 500 долларов набираете фандрайзинговой активности, считайте, что это 100 долларов ваш личный бонус. И максимальное вознаграждение может достигать 1000 долларов в месяц. Также есть топ-10 лучших фандрайзеров. Он также вознаграждается финансово. Extra reward, то есть, дополнительное вознаграждение здесь присутствует. Ну, сами почитайте, сколько это в денежном эквиваленте. Ну и, собственно говоря, быть среди лидеров – это тоже всегда приятно. Ну и, как правило, у нас, если лидер как бы действительно делает хороший результат, то он получает денежное вознаграждение и за попадание в тройку лидеров в топ-10, и за лидерские бонусы в том числе. А если вы заняли какое-то место до 10-го, от 3-го до 10-го, то получите бизнес-автомат также в подарок, что позволит вам ваш бизнес более эффективно вести. Вот. Есть еще система доп. вознаграждений, которая доступна вам в личном кабинете. Так, вот она. Вот она. Тут очень много различных бонусов, вы это можете видеть. Это бонус за активацию аккаунта личными партнерами. То есть, просто когда человек зарегистрировался и активирует свой аккаунт, вы уже получаете 1 доллар. Причем, даже не важно, участвуете вы в эстафете или в марафоне, то уже даже являясь волонтером, то есть, просто активировав свой аккаунт, вы уже будете получать этот 1 доллар. Можете получать финансовую помощь от участников буквительной эстафеты, от участников буквительного марафона. Спонсорские вознаграждения в марафоне в размере 3 долларов за каждое место, активированное вашими личными партнерами, и за продление этих мест в том числе. Можете лидерские бонусы зарабатывать, можете получать бонус за подключение вашими партнерами услуги бизнес-автомат в размере 10% от суммы, которую они за нее будут платить. Можете получать бонус за создание партнерами уникальных ссылок, за использование лендинг-пейдж, за участие в совместных рекламных кампаниях, и даже с бонус за публикацию вашими партнерами видеоотзывов, которых уже достаточно много, но на нашем сайте вы можете их посмотреть. Так, я вернусь сюда, чтобы ответить на некоторые вопросы. Как вы видите, презентация у нас получается достаточно длинной, но, может быть, мы будем немножко ее корректировать, чтобы укладываться хотя бы в час. Хотя, ну, было бы интересно послушать ваш отзыв, действительно ли это очень долго, да, вот полтора часа для такой вот презентации. Все-таки материала много, где-то можно его урать, где-то, может быть, не стоит, а, может быть, где-то наоборот надо подробнее рассказать. Вот. Ну, в общем, будет, конечно же, запись этого вебинара, и можно будет сделать определенные выводы. Вполне возможно, что следующий вебинар у нас проведет другой спикер, вероятно, это будет Ирина Агапова, которой мы доверим проведение вебинаров на правах одного из самых опытных и активных лидеров проекта. Вот. Ну, уже жду от вас, конечно, обратной связи. Так, вопрос. Юрий, если активировался, но не смог внести пожертвования, нет смысла приглашать партнеров? Ну, вот я только что Юрий показывал вам, есть бонус за активацию аккаунта личными партнерами в размере одного доллара, да? То есть вы уже этот бонус сможете получать, и даже сможете таким образом накопить себе некоторые средства. Можете их вывести, можете потратить на активацию марафона, эстафеты и так далее, да? Но партнеров, конечно же, приглашать есть смысл. Но единственное, только что, если они раньше вас начнут оказывать финансовую помощь, а вы еще не оказали, то вы не сможете ее получать, а будете видеть упущенную прибыль, которая к вам как бы уже не вернется, да? То есть, ну, если, может быть, вас это будет мотивировать, быстрее самому оказать финансовую помощь. Так, есть ли какие-то вопросы еще есть? Так, ну, кстати, если вопросы есть, пишите. Несколько минут еще на это выделим. Сергей, у меня зарегистрировал сборился человек, из них три личных. Но никто так и не проплатил. Так, ну, как бы я уже говорил, да, то, что самым правильным вариантом будет связываться абсолютно с каждым вашим партнером. Для этого у вас есть контакты этих людей, и соцсети, и телефоны, и мессенджеры, и имейлы. Пожалуйста, как бы в ваших интересах держать их на короткой связи, выйти с ними, по крайней мере, на эту связь постараться. В мессенджерах, наверное, да, самое удобное, или в соцсетях. И поддерживать связь, ну, если человек, возможно, как бы проявил поспешное решение, там, быстро зарегистрировался, да, но потом что-то там забыл, или уже интерес переключился, бывает такое, да. Ну, вы всегда можете восстановить его интерес. Кроме того, компания регулярно делает имейл-рассылочки, и после этих имейл-рассылок зачастую такие люди просыпаются, активируют аккаунты. То есть, если они даже не активировали сейчас, то это не значит, что они не активируют их никогда. То есть, уже ценно то, что они в вашей структуре. То есть, когда они, может быть, снова узнают о проекте Whole World, и придут сюда, начнут регистрироваться, система им скажет, «А, слушай, дорогой, а у тебя уже есть аккаунт, давай восстановим доступ к нему, да? Окей, восстановили, и оказались в вашей структуре. Все, вот, здорово». Так, деньги здесь действительно огромные, особенно после введения марафона. Да, деньги очень большие, возможно, получать. Многих, вероятно, это даже суммы пугают, поскольку представляются какими-то нереальными. Но пугаться не стоит, стоит осознать все своей головой и начать просто их получать. Так, вот кто-то с 2014, кто-то 3 года участвует, кто-то с 2015, кто-то с 2012, кто-то с 2013. Да, ну, здорово, друзья. То есть, действительно, все окей. Так, ну, я не вижу больше вопросов, друзья. Наверное, не будем задерживать вас и без того затянувшемся вебинаре. Запись, как я сказал, будет. Вы сможете ее увидеть, посмотреть еще раз в свободное, спокойное время, если у вас сейчас не получилось. Также сможете показать своим партнерам. На этом ненадолго с вами прощаюсь. Обязательно будем проводить не только презентационные, но и обучающие вебинары. Потому что рассказать есть много о чем. И работа с личным кабинетом, да, например, и какие-то лайфхаки, и рекомендации по приглашениям и так далее. То есть, много материалов есть. Сейчас будем активизировать эти направления и думаю, что все у нас с вами будет намного интереснее, чем было до этого. Так, мне просто поучиться-то некого. Мой спонсор живет в Африке. Не знаю, как я к нему попал. Сергей, да вот так же вы к нему и попали, как, собственно говоря, по бизнес-автомату. То есть, бизнес-автомат, то он работает, видите. То есть, вы к нему попали, к вам кто-то попал. Таким образом, к вам могут попадать люди со всего мира буквально. А помимо вашего прямого спонсора, у вас есть еще как минимум 6 ваших стоящих спонсоров, которые могут быть заинтересованы в вашем успехе. Кроме того, в группе ВКонтакте, так или иначе, вы можете получить поддержку, просто задав тот или иной вопрос. Ну, не стесняйтесь. Все мы здесь занимаемся единым делом. Да, есть какая-то внутренняя конкуренция, конечно, в разных структурах. Никто не хочет делиться своими успешными методиками, потому что, ну, понятно, почему делиться как минимум бесплатно. Но всегда есть какие-то варианты что-то спросить, что-то получить информацию и найти для себя ответ. Так, друзья, все, все на этом действительно теперь всем пока. Завершаем наш вебинар и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok